Вот что тебе нужно знать для победы над надзирателем. Он большой, он быстрый и он будет преследовать тебя по звуку шагов. Ключ к победе – найти его слабость и использовать ее в свою пользу. Надзиратель слеп и все, на что он может опираться – звук. То есть, если ты контролируешь окружающие звуки, ты контролируешь и его. Забавно, что ответ так прост. День первый. Собери основные материалы. Тебе хватит и деревянных инструментов, хотя было бы неплохо захватить немного камня. Собери снежков, собери ниток, собери шерсти. Если будешь действовать быстро, то добудешь ресурсы к ночи. Найди надзирателя. Не давай приглушенному свету напугать тебя. День второй. Как только ты найдешь надзирателя, раскопай путь высотой в 4 и шириной в 2 блока. Не шуми. Разложи шерсть вокруг блоков. Это нужно для того, чтобы остаться неуслышанным. В конце туннеля выкопай яму 2 на 2 и убеди, что перекрылся я отверстие. Затем сделай удочку. Кинь пару снежков вниз ямы. Теперь иди ловить рыбу. Вот здесь начинаются наши 33 блока. И если отойти дальше, то поплавок попросту исчезнет. Так что нужно подбирать высоту. Бой очень прост. Дергай надзирателя вверх-вниз с помощью удочки. Находитесь достаточно близко, чтобы его ударить, но и не давайте ему ударить вас. В данном отрывке нам показали, что надзиратель должен быть совсем близко, чтобы ударить вас. Повторяйте броски, пока он не умрет. Если же урон падения он все-таки получать не будет, то тебе придется полагаться лишь на то, что ты будешь попадать по нему, пока он в воздухе. Скорее всего, одной удочки тебе не хватит. В любом случае, ты убил надзирателя в течение первых дней. Поздравляю.